продолжается наш отдых на азовском море и день начинается традиционно сейчас будем варить креветки вот это чуть побольше эти вот покрупнее будем варить сейчас а вот эти на рыбалку были мелкие бычок клюет на них завтрак у нас получился сегодня из дорог природы креветки кукуруза и чай с печеньками и так у нас вчерашний улов просолился мы его помыли и сейчас вот в эту же сушилочку которую купили два года назад здесь же пчелкина и загружаем рыбы немного ловится только в лодке небольшой улов за три часа более сухие тут вверх более влажные идут вниз и так они будут потихонечку утром мы уже успели позавтракать покупаться половить креветок и разложить рыбу а сейчас прокатимся за водой пополним свои запасы пресной воды и в соседние щелкина буквально недавно произошел поломка произошла поломка водопровода и все люди еще стали этим очень нравится набирать его воды чтобы мусор не летел туда то что будто на колодке есть леечка для любых немкостей и кушечку вот даже не видно почти всю цепь надо вытравливать для того чтобы на брачатой ветер сильный вода холодная но нашим детям непривычно она очень мягкая дети привыкли к городскому водопроводу это нам кажется не очень жесткой колодец находится в мысовом возле церкви рядом дыка библиотека и дорога на противоположный берег татарскую бухту отъехали от мысового город щелкино которые раньше предназначался для энергетиков далеко находится достроена электро атомная электростанция покрытая после мужчины чернобыльской аэс и отправляемся по городу купаемся найти обещанные электрокары и посмотрим цены на рынке нам говорили что есть самые дорогие цены нашли мы обещанную выставку автомобилей за нами находится я люблю щелкино возле дыка проходит пешеходная улица где стоят палатки с различной сувенирной продукции здесь же сегодня расположилась и выставка автомобилей мы тоже решили ее посетить по слухам здесь должна была быть выставка ретро мобилей но здесь выставка просто машин каких-то кредских скорее бы сказать что точнее будет кредских машин может что смотри смотри машина выше тебя ростом капот выше альбины где мы пойдем возле машин можно было фотографироваться рассматривать их но вот за руль посидеть как правило не пускали возле некоторых даже стояли таблички руками не трогать после выставки должна была проходить еще гонка и многие думали что она будет возле заброшенной атомной электростанции мы тоже так подумали и направились именно туда а оказалось немного в другом месте и мы туда увы не успели зато посмотрели атомную электростанцию которая как раз таки и была причиной зарождения самого города Щелкино о чем рассказывают многочисленные фотографии которые расположены в холле ДК куда мы зашли после выставки чтобы немножечко охладиться в тени потому что на улице уже было довольно таки жарко был самый разгар дня потом поехали на эту самую электростанцию там немного побродили поснимали многие как и мы туда приезжали потом разворачивались и уезжали искать где же все таки проходят гонки они проходили впрочем на вполне обычных автомобилях и мы застали самый конец этих гонок когда возвращались уже назад в мысовое пару слов хочется сказать и о самом Щелкино основан он был в 1978 году как поселок строителей крымской АЭС это самый молодой город в Крыму назван был так в честь советского физикоядерщика Кирилла Щелкина а статус города получил уже после развала Советского Союза в 1992 году сейчас население Щелкино насчитывает порядка десяти тысяч человек и занимается предпочтительно туризмом оказывает различного рода услуги приезжим на отдых Щелкино примечательны еще и тем что здесь нет названий улиц а только номера домов и дома кстати все многоэтажные у нас в Беларуси есть похожий город энергетиков называется он Новолокомль появился он тоже в советское время в 1964 году и сейчас там проживает порядка двенадцати тринадцати тысяч человек выглядит очень похоже тоже застроен многоэтажками а возвели его потому что рядом возводилась лукомльская грез которая функционирует и сейчас в недалеком будущем мы обязательно покажем его у нас на канале а пока вернемся снова к его южному собрату Щелкино и направляемся мы к крымской АЭС которая давно заброшена и популярна только среди туристов в девяностые годы прошлого века Щелкино прославилась тем что здесь в его районе на атомной электростанции проводился фестиваль электронной музыки ну а сейчас сюда в основном приезжают семьи с детьми потому что Азовское море мелководное по сравнению с черным и прогревается сильнее а также вдоль берега проходит широкая полоса мелководи где безопасно купаться с детьми поэтому и инфраструктура аттракционы все предусмотрено для того чтобы людям с детьми было здесь комфортно и удобно еще один интересный факт о Щелкино касается его современной истории у местных властей была даже инициатива переименовать город Щелкино в Казантип созвучно заповеднику который находится рядом но у местных жителей она не вызвала одобрения и Щелкино так и осталось Щелкиным подъехать к атомной электростанции можно со стороны Щелкино с дороги соединяющей населенные пункты соседние она хорошо просматривается но заезда нету дорога представляет из себя бетонку вполне сносного качества слегка потряхивает машину но ехать можно сегодня в округе заброшенной электростанции царит запустение гуляет ветер и растут дикие травы есть в этом и какая-то прелесть наблюдаешь как природа берет свое но в то же время царящая разруха навевает некоторое уныние мы долго останавливаться не будем на этом объекте в рамках этого ролика а покажем его отдельно с высоты птичьего полета я вот примерно по таким проектам строились советские атомные электростанции Примечательно, что у Крымской АЭС есть практически полный близнец, тоже заброшенная и недостроенная АЭС Штендель, которая находится в 100 километрах западнее Берлина, в Германии. Но разница между этими объектами все-таки есть. Немецкий аналог был разобран и на месте бывшей АЭС сделали бумажную фабрику. А Крымская АЭС продолжает свое существование в виде полуразрушенных зданий. Мы довольствовались обзором вокруг, но некоторые люди забираются внутрь как реакторного отделения, так и соседних построек. Видели даже людей на крыше, но сами мы не пробовали заходить туда с детьми. Решили, что это небезопасно, да и времени у нас столько не было. Но объект все равно достойный посещения, хотя бы для понимания масштабов такого рода строительства. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok электростанции, остановилась еще не начавшись. Зато теперь мы можем беззаботно здесь бродить, наслаждаться природой и приезжать сюда, как на курорт. А если бы здесь произошло бурное промышленное развитие, то вряд ли этот кусочек земли остался бы местом отдыха. Так, ребят, ну вот рыбалка, собственно, вот такая, вот сейчас вот вытянули, вот два вот таких бычка, клюет иногда, да, по два бычка, но бывает и мелковатыми, мелковатых отпускаем, так, совсем уж маленьких. Ну-ка, как она, пусть она там поднимется, может быть. О, все, с руки взяла. Молодец! Сегодня вечером мы разделились. Мужчины отправились порыбачить, а мы с детьми на детскую площадку. Детям очень нравятся различные спортивные тренажеры. Если где-то встречаем не только детскую, но и спортивную площадку, не упускаем возможности там немножко размяться. Все, покорила? Да! Мой стал! С темнотой подходит и время ужина, и посиделок у костра. Чаще всего мы пользуемся мангалом, так безопаснее. Мангал и даже дрова мы предусмотрительно возим с собой. Баклажаны, помидоры и хлеб. Следом будет у нас шашлык. Вечер мы снова проводим в кругу друзей, поэтому нам хочется пожарить мясо все сразу. И придумали вот такой способ. Составить две решетки таким образом, чтобы они уместились на наш мангал. Ну а дальше устраиваемся поудобнее и проводим вечер в приятной компании. И хорошо хоть вот так вот сюда удалось. Да, вот мы, кстати, Лена, Лена говорит, хотя бы лето удалось. Вот вырвались уже впечатления, эмоции новые. Потому что, ну, хотя и в Беларуси тоже здорово отдохнуть. Ну, знаете, у нас погода, у нас погода проблема. У нас дожди. Вот, они идут неделями погода не очень. У нас два-три дня появляются, мы тут же куда-нибудь уезжаем из другой области, чтобы посмотреть что-то убить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok